Теория строения органических соединений Это настолько же важная тема для органиков, как строение атомов, для неоргаников, ну хотя бы вообще для всех химиков. Теорию строения сформулировал Александр Михайлович Бутлеров, наш русский химик, в 19 веке. Давайте посмотрим три постулата. Первый постулат, вкратце, он о валентности. Атомы в молекуле связаны согласно их валентности. Для углерода это валентность 4, для водорода 1 и для кислорода 2. Это означает, что когда мы рисуем структуру органического соединения, не нужно придумывать для углерода валентность 5 или 3. По крайней мере в школе, в рамках подготовки к ЕГЭ. Два. Постулат номер два. Он кратко про изомерию, наверняка уже слышали. Существуют вещества с одинаковой молекулярной формулой, но разной структурной. Тоже важный постулат. Когда мы изучали неорганическую химию и написали, например, формулу калий-ОН, мы понимали, это вещество гидроксид калия. Других вариантов для нас не было. А когда мы с вами в рамках органической химии напишем формулу С4H10, это уже могут быть два разных вещества. Поэтому мы с вами в курсе органической химии будем всегда рисовать структурные формулы, а не молекулярные. Поскольку именно структурные отражают, что это за вещество, а не молекулярные. И постулат номер три. Вкратце он о индуктивном и мезомерном эффекте, если мы говорим о школьной программе. В ВУЗе, конечно, добавляются некоторые и другие эффекты. Как звучит третий постулат? Атом или группа атомов могут оказывать влияние на другую часть молекулы. Подробнее, что это значит, что за индуктивные и мезомерные эффекты, мы познакомимся подробно, когда будем говорить про такой класс и нени, как и раны. Из второго постулата органической химии о изомерии вытекает необходимость изучить, какие бывают виды изомерии. Есть две группы. Первая это структурная и вторая пространственная. Вторую группу разберем чуть позже. Начнем со структурной. Она делится на три типа. Первая изомерия углеродного скелета. Это изомерия, когда мы изменяем последовательность атомов углерода. Как правило, один изомер является линейным, а второй разветвленный. Примером может служить бутан и изобутан. У обоих формула C4H10, то есть молекулярная формула одна, а структура разная. Второй тип структурной изомерии – это положение кратной связи или функциональной группы. Это означает, что мы должны подвинуть, поставить в другое положение. Первый пример это может быть бутен-2, бутен-1. У обоих формул C4H8. А вторым примером может служить пропанол-1, пропанол-2. Формула C3H8O. Третий тип структурной изомерии – это межклассовая. У нас есть класс циклобутан и алкен. Ну, соответственно, циклобутан и бутен-2. У обоих формулы C4H8. Вторая группа изомерий – это пространственная. Четвертая, как бы, в общем списке идет геометрическая или цистранция изомерия. Уже более сложная требует пространственного мышления. Либо хорошо рисовать в тетрадке. Первое. Этот вид изомерии возможен для алкенов и циклоалканов. В тех случаях, когда есть некая плоскость. Второе. Должно быть два разных заместителя на одном атоме углерода. Давайте поясню, что это означает. Мы с вами рисуем алкен. Двойную связь ТЦ и под углом 120 градусов 4 связи. И на каждом из углеродов должно быть по два разных заместителя. На первом углероде метильная группа и H. Разные. И на втором метильная группа и водород. Тоже разные. Значит, геометрическое изомерие есть. В случае, если два заместителя находятся по одну сторону от плоскости, то это будет цис-изомер. Если же они находятся на противоположных сторонах, это транс. Для цикла алканов в приложении к видео будет тоже разобран пример. И давайте я расскажу про последнюю, про пятую. Про пятый вид изомерия. Это оптическая. Изомерия очень важная, но не проходится в рамках школьной программы и подготовки к ЕГЭ. К описанию, опять же, в приложении к видео обязательно нам про нее будет что-то рассказано. Если есть желание, обязательно почитайте. Лишь скажу такую интригующую вещь. То, что есть вещества, оптические изомеры. Вот один изомер может быть лекарством, а второй – ядом. Вот настолько может быть большая разница. Но все, дерзаем дальше. Тема гипертизации атомных орбиталей. Что это такое, сразу так и не понять, поэтому пойдем издалека. Поговорим про углерод в органической химии. Он находится в возбужденном состоянии, потому что нам нужно, чтобы его лентность была 4. 1 электрон на S орбитале и 3 на P. У водорода 1 электрон на S орбитале. Давайте рассмотрим молекулу метана CH4. У нас есть 4 атома водорода и 1 атом углерода. И посмотрим, как образуются связи CH. Для этого нам нужно знать, что S орбиталь представляет собой сферу, а P – так называемую восьмерку или гантельку. Когда мы смотрим на молекулу метана, то мы должны образовать 4 связи. Первую связь углерод образует с помощью S электрона, то есть электрона, находящегося на S орбитале. То есть от углерода мы берем S орбиталь. От водорода всегда берем тоже S орбиталь сверху. И у нас, получается, первая связь будет вот таким образом, перекрыванием двух S орбиталей. Когда мы будем говорить про вторую, третью, четвертую связь, которую образует углерод, то они будут образовываться P электронами. P электрон находится на P орбитале, то есть на восьмерке. Тогда мы получим, что три связи будут выглядеть таким вот образом. От углерода P орбиталь, от водорода S. В итоге что мы имеем? Мы имеем три одинаковых связи, а одну какую-то иную. То есть для водорода, получается, мы должны видеть какую-то четвертую связь, какую-то иную, другой длины, должен быть другой угол, другая энергия. Но физические методы анализа подтвердили, что все четыре связи одинаковой длины, одинаковый угол между связями, одинаковая энергия. Как же так получается, что теория говорит одно, а практика другое? Выходит, теория не работает. Поэтому в органической химии придумали другую теорию. Теория гибридизации атомных орбиталей. Как вы, возможно, знаете из биологии или повседневной жизни, гибрид – это скрещивание чего-то двух разных, и когда вы получаете в итоге что-то новое. Что такое будет в химии гибридизация? Это мы будем брать S-орбиталь, одну штуку, поскольку она одна есть, и три P-орбитали. В итоге мы будем получать четыре новых орбитали и новый тип орбитали, в данном случае S-P-3. Чтобы понимать, откуда взялось S-P-3, то троечка – это количество P-орбиталей, которое мы использовали, ну, а у S здесь, по идее, должна быть единичка, но мы ее не пишем. Давайте теперь про гибридизацию поговорим поподробнее. Тип гибридизации S-P-3, он не у всех атомов углерода в органических молекулах. Почему так? Дело в том, что когда образуется P-связь, то перекрываются две P-орбитали, и перекрываются они перпендикулярно линии атомов. А S-связь, она образуется перекрыванием орбиталей вдоль линий атомов. Поэтому, когда образуется S-связь, атомы углерода необходимо гибридизовать свои орбитали, когда образуется P-связь, ему нет необходимости это делать. Давайте посмотрим примеры. Первый пример – это этан. У углерода, у каждого, по 4 σ-связи. То есть ему нужно будет 4 связи образовать одинаковых. В случае этена, у одного атома углерода одна P-связь и 3 σ. Это означает, что надо будет только три орбитали гибридизовать и образовывать три одинаковых связи. Ну а в случных мероприятинах, где есть тройная связь, углерода требуется только две орбитали гибридизовать. Давайте посмотрим на таблицу сравнительную. Что вы должны делать для того, чтобы определить тип гибридизации или какие-то еще узнать характеристики молекулы? Вы считаете количество σ-связей. Дальше, если у вас 4 связи, то это СП-3 гибридизация. Две, сегма, ой, три связи – СП-2. Ну и, соответственно, для двух σ-связей это будет СП-гибридизация. Дальше вы можете узнать, какой угол будет между связями. В случае СП-3 это 109, это тридерический угол. Для СП-2 это будет 120. И для СП-180. Чтобы определить угол, мы должны понимать, что надо 360 поделить на 2, потому что у нас есть два одинаковых угла. Ну, это получается 180. В случае СП-2 гибридизации, то есть для алкена, у нас три одинаковых угла. Значит, 360 делим на 3. Это получается 120. Так, что еще мы можем узнать? Строение молекулы. Для СП-3 гибридизованных атомов углерода это будет трехмерное. Для СП-2 это будут плоские молекулы, двухмерные. Ну, и для СП это будут линейные молекулы, то есть одномерные. И длина связи. Вам можно лишь запомнить, что в случае СП-3 самая длинная связь, а СП самая короткая. Еще мы можем узнать длину связи. Тут надо запомнить, что в случае СП-3 гибридизованного атома углерода самая длинная связь, в случае СП самая короткая. Ну, в принципе, я привел количественную характеристику, это можно проверить. На этом все. Мы теперь можем приступать к решению задания номер 12 ЕГЭ по химии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова